Ну что, новый влог, или это уже кусочек старого влога. Короче, еду в Павелецкую плазу, еду подбирать себе образ на вечер. Сегодня я иду на Мастера Маргарита в Театр нации. Катюша, спасибо за билеты. Хочу какой-то красивый себе образ подобрать. Может быть, какое-то платье, может быть, костюм, что-то из весенней коллекции обязательно. Вчера в Inspire я себе выбрала все-таки бежевый пиджак. И он, кстати, у них пальто называется. Ну, такой объемный пиджак все-таки для меня пиджак. Джинсы. Что-то я еще взяла. Джинсы, пиджак. А, и карго-брюки черные. Вот. А сегодня Анна Пекун, и я хочу какой-нибудь костюм, что-то классическое, что-то такое нежное, красивое, чтобы пойти в театр. Ну что, сейчас еду в Павелецкую плазу. Можно было поехать на Пафимол. Можно было поехать в авиапарк. Но я решила поеду на Павелецкую плазу, потому что я там ни разу не была. Мне очень интересно посмотреть. Сегодня достаточно тепло. Видите, все тает. Вот такая вот грязюка. Конечно, я думаю, что я в следующий раз несколько раз подумаю, проезжать ли в Москву в феврале. Декабрь еще как-то предпраздничный. А сейчас, конечно, вообще... Это полнейший пипец, девочки. Меня водитель привез в Павелецкую плазу шоппинг-центр. А оказывается, сама вот эта плаза, она находится под землей. Вообще, где-то там, в глубинах, представляете? А этой плазы как бы не видно. Ну, тут как бы надо знать, что она здесь есть. Вот она, моя любимая Анна Пекун. Прямо сразу, сходу. Прекрасно. Меня там уже ждут. Отлично. Я бы, конечно, хотела бы что-то еще перекусить сначала. Как вы думаете? Сегодня опять Анна Пекун. Примерка. Хочу себе взять вот этот вот костюм. Сегодня иду в театр. Беру вот такой вот себе костюм. Это, кстати, коллекция не совсем весенний, еще, по-моему, зимний. Но посмотрите, какое красивое качество. Какая классная елочка. Ну, а примерку делаю в весенней коллекции. Уже хочется чего-то яркого, веселого, яркого, летнего, красивого. Сейчас будем мерить вот этот вот белый костюм жилеткой. Уже из АК Кожи. У меня были розовые брючки из АК Кожи. И вот этот вот шоколадный, очень красивый цвет. Ну, и вот этот вот костюм. На загорелую кожу. Так как я сегодня иду в театр нации на Мастера Маргариту, я решила взять вот этот костюм с этой маечкой. Мне очень нравится именно вот этот вот момент с ремешком. Очень хорошо, мне кажется, сели на меня эти брюки. Еще есть в классическом варианте. Вот в таком. Ну, мне кажется, это даже интереснее. Мне очень нравится длина брюк. И они очень визуально классно вытягивают этот силуэт, потому что на высокой талии очень нравится. Эта елочка такая благородная. Ну что, я знаю, в чем я иду сегодня в театр. Хотела платье какое-то, но платье не нашла. Ну, себе я еще взяла вот эти джинсы и вот этот вот жакет. Мне кажется, очень красиво. На весне очень классно. Конечно, джинсы длиннющие. Это я еще на каблуке. Не знаю, как их буду укорачивать, чтобы такая бахрома осталась. Очень высокая талия. Как всегда у меня вот эта проблемка. Ну, что делать? Зато бедра хорошо сели. Класс. И вот этот костюм. Класс. Мне очень нравится. Понятно, да, что? Понятно, что, да, вот это я буду носить с джинсами. Этот жакет. У меня еще есть бурошанель, можно сюда ее. Белый костюм мне тоже очень понравился. Такая ткань хорошая. Девочки, пользуйтесь моим промокодом. Он, по-моему, до 1 апреля действует только. Купер. У Поппи тоже красиво, да? Вы видели сегодня это солнце? Вы его видели? Я вам его показала. Все тает. Мне кажется, плюс 2, плюс 3. Очень тепло. Ну, все льется с крыши. Настроение отлично. Сегодня Валентин. Бегу, 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 бегу к своему домику, потому что меня там ждет курьер-женщина. Она мне привезла фен. Мне нужен фен. Сегодня театр. Завтра. Завтра тоже что-то мне какие-то мероприятия. 16-го мы собирались с Наташей пойти. Но у Наташи произошло несчастье в семье. Она со мной не пойдет. Вот так вот, блинком. Конечно, я абсолютно не успеваю встречаться с теми, с кем я хочу встретиться. Потому что то не складывается, кто-то на работе, кто-то болеет, кто-то чем-то занят и так далее. Я же еще приеду. Я думаю, что я приеду. Наверное, еще март нет, а вот в апреле да. В апреле да. Не знаю, что вам рассказывать. Забываю снимать влоги. Вот просто сейчас как бы чуть-чуть солнышко, хороший свет, и я решила включить камеру. Так, спрашивали, как мне живется на Патриках. Стала бы я тут жить. Конечно, район классный. Единственное, что тут метро был минут 10 пешком. А отель, в котором я раньше жила, вот этот вот пятизвездочный на Наташинском, он закрыт почему-то. Представляете, я там проходила отель закрыт, вон, написано. Чуть-чуть странно. Там метро было прям ближе намного. Ну, я в основном на такси. Вот. А иногда, если мне надо во вкус вилл зайти, то я так подсчитываю, чтобы мне в метро ехать. Вот сейчас с Павелецкой я еду на метро, потому что такси надо было ждать 50 минут. Мне лень было стоять, и я села на метро. Ну, то есть, как-то вот так. Кстати, этот вот авокадо Квин очень хвалит для завтраков такой ЗОЖ. Там, видите, тепло, сразу все выскакивают. Выскакивают на терраске здесь попить кофеек. Здесь я еще не была. Вот в этом ресторанчике. Какой-то рыбный. Нюрми, фейсбар. Мы вчера были в Сихолине, мне хотелось побывать там, но он такой огромный, вообще совсем, ну, такой какой-то не сильно уютный, что ли, очень большой. Там два этажа, огромные залы. Но ежей не было. Хотели ежей поесть, ежей не было. А что мы ели? Мы ели китафторский суши с трюфелем, салат с крабом и десерты. Вот, да, десерты. Вот так вот. Я все время хожу мимо этого хэппи-энда. И, если честно, я думала, может быть, это массажный салон, а может быть, это типа какой-то, ну, не знаю, ну, там, не знаю, белье нижнее. А это на самом деле кафе завтраков. Название, конечно, да? Просили бы показать прогулку по Патрикам. Вот, смотрите. Показываю. Ой, извините. Я в наушниках ничего не слышу. Вот этот отельчик Ларкопола. Вот, кстати, европейский медицинский центр, какая-то европейская клиника. Но здесь и медси есть. Но я, слава богу, выстрелила. Мне не надо лечиться. Я очень рада, что помогли мне лекарства, которые советовали. Я не знаю, я пила все подряд. А что там помогло, я не понимаю, если честно. Мне кажется, что все подряд и помогло. Ну, скорее всего, этот трехдневный антибиотик. Он пролонгированного действия. То есть он как бы пьет четыре таблетки всего, но как бы очень тепло. Сегодня такой романтический день, 14 февраля. Мне никто даже цветочки не подарил. Вообще. Вообще никаких цветочков никто не подарил. Ну, ладно, мы вчера зато хорошо отметили. Так весело, так классно было. Ну, а сегодня будет мастер. И Маргарита. Пускай это будет такой символический спектакль, связанный с матриками, да? Связанный с моим пребыванием здесь. А вот мы и пришли. В премьерших прудах будет очень интересная история. Имейте ввиду, что Иисус существовал. Видите ли, профессор, мы уважаем ваши большие знания, но сами поэтому ему побужал человек. Это Лина Араус. И до Эст, аккуратно. Ну, ну, видно, на парижские же модели и парижские же опыты, тоже в отношении сумочек, духов, и всего прочего. Вечерние платья, платья для коктейлей. Пожалуйста, просим! Хоусь Яно! Без церемонии стеснения. Здравствуйте. Да, проходите за мной, берите меня в зал. Ява, смотрите, кого я привел! Пожалуйста, просим! Ява проводите. Волосы-то, не боятся. Давайте, 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 давайте. Волосы-то, и... Оу! Деу! Волосы-то! 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 Есть еще желающие! Здравствуйте! Это невероятнейшая постановка. У нас вот такой здесь вип-ложи. Випчик такой. Сцена. Ну, это какое-то новое поколение театра. Все меняется, все двигается, декорации постоянные, разные. Все мобильно. Видите, какой-то дикит... Это на самом деле, ну, дигитальный эффект. За счет света создается. Разные эффекты. Вообще, конечно, современный театр, это... Это да. Это стоит того. Ага-гаме. Хороший кросс, хороший кросс. Ага-ага. Ага. И этот роман поглотил ее. Ну что, привет, мои дорогие. Опять в такси вспоминаю, что я блогер. Едем на презентацию Ривкоша, какой-то новый уходовый бренд. Едем поддержать, посмотреть, что у них там новенькое. Едем в центр современного искусства. Очень красивая локация должна быть. Вообще, ничего не успеваю. Вчера была в театре, сегодня вечером иду. Хотела давно посмотреть, побывать в нем. Вот, еще сегодня хочу в косметологию заехать и хочу еще сегодня эфир привезти. Ну, не знаю, получится у меня все это или нет, потому что я стараюсь побольше спать, чтобы сил набираться, потому что я очень устаю вот от этих всех метро, такси, люди, встречи, стрессы. Устаю. Потому что очень, ну, и перемещение вот эти вот все, конечно, и плюс очень сильно напрягает, что я, ой, напрягает еще очень сильно, что я не успеваю восстановиться. То есть я утром выбегаю и вечером забегаю. А хочется переодеться, я не знаю, поваляться. Ну, как-то, знаете, у меня же более-менее такой лайтовый график обычный в жизни, а здесь нет, здесь надо все успеть, все бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. А если еще хочется там сойти укладку сделать или к косметологу заехать, это вот надо прям время вырубать. Вчера у меня была примерка у Анны Пекун, позавчера Инспайр, две съемки было, в общем, сейчас презентация, еще была презентация нового аромата, нового бренда Брив Гоша, еще был, сейчас как-то, ну, короче, вот так вот все. Сегодня снова презентация, снова шампанское с утра, уже нет сил, просто нет, жду кофе, вкусные сырники, бутербродики с рыбкой, в общем, жизнь продолжается, как говорится. Класс. Пойдемте, покажу вам бренд, пока презентация не началась, корейский бренд, джунджак. Очень красивая, такая минималистичная, минималистичная упаковка и очень милый фотограф у нас. Такой, гламурный завтрак. А что это такое? Это хульма, сходим с сыром и орехами. Ой, а я буду. Спасибо. Спасибо. Перегрузиться усеченно, но мы не можем ждать время, моря погоды, и поэтому будем новые марки, которые нам кажется являются очень качественными, соответствуют той, кому пассетинированной сети, которой мы хотим придерживаться. То есть, это Ригош, премиальная, парфюмерно-косметическая сеть. То есть, большинство Китая, Индию. Поэтому новинок будет много, и вот сегодня у нас мы представляем новую корейскую марку, мы приехали в Корею, и вообще Корея с точки зрения ухода, мне кажется, очень такой лакомый кусочек. В общем, вы первые? Подождите, я вам перебила. Корейская? Это корейская? Это корейская. Корейская. Корейская уходовая марка, премиум сегментов, в принципе, это первая. Она только в Ригош? Есть. Нет, она не только в Ригош, безусловно, она широко авторизована в сети Ригош. Она недавно появилась совсем в России, авторизация большими шагами расширяется, она пополняется. На текущий момент будет поставлено сейчас уже в каких-то магазинах стоит, в каких-то это все в общем, в пути. У по 75 магазинах в Ригош в Биболи в Москва со сетей Ригош из океана. Помимо этого будет... Пойдемте дальше. Угу. Зала инсталяция. современная такая, посвященная бренду. Сейчас мы попадаем в Ленинджиан. А, молодец, как красиво. Вау, такой дом, такой дом, когда попадать. Так. Красиво. спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот это презентация. так ну что девчонки зашла пообедать сейчас у меня будет борщ салат мимоза лимонад и давайте посмотрим что нам подарим подарили нам вот такой вот премиум корейский уход концентрат я так поняла что сейчас очень много корейских азиатских брендов станет вместо европейских и увлажняющий крем но прекрасные подарки увлажняться будем кстати тоже прикольно 800 градусов ресторан по-моему мясной до мясной бар ресторан а вот зойка зойку так и не сходила но ничего в следующий раз здесь только классных ресторанов вот она зойка такая уютная может быть мы после после эрвина зайдем зойку на коктейль смотрите озеро полностью полностью замерзла но почему-то его не чистят в катка нету и тут не почищен патрики 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 любимая какой район прекрасно очень европейский какой-то он похож и на антверпен и на париж и на берлин вот такой очень европейский так очень уютный ресторан очень классно сейчас буду пробовать рыбку у меня тут палтус с овощами фасоль какой-то соус и я так понимаю как томатная тут и белая видишь как в рыбке так ну как же без десерта черемуховый медовик у меня симпатюля такой там захотелось захотелось сладенького тут до линкома идти минут двадцать наверное 7 часов начинается представление цикальное представление в линкоме называется королевские игры вот а завтра дядя Ваня с Яночкой должны были мы пойти с Наташей сегодня Наташи вы все мои знаете но у нее случилось горе и несчастье она уехала на похороны берегите каждую секундочку своей жизни не сидите дома хочется в театр идти в театр хотите в цирк идти в цирк хотите плетать с цыганами плешите с цыганами жизнь должна быть насыщенной наполненную потому что такая коробка сегодня вечером вы со мной вы со мной мои любимые давайте посмотрим кто здесь служит или служил александра захарова дочь марка захарова певцов лазарев игорь миркубанов любимый актер богомолова много знакомых лиц шагин знаю такого геннадий козлов так тезка алексей скуратов красивый какой семян шкаликов под знакомые лица но именно не всех знаю марк анатольевич захаров такая интересная фотография на как будто бы с 3d эффектом в общем вот такая вот обстановка посмотрим на местных театралов девочки пойдемте выпьем чего-нибудь конечно с театром нации не сравнится тут больше размаха что стану королем пойду за вас не даря ибо я сделала мужчина север может пошагнуть урон короля французов мы можем иногда влиять на маку в мире но мы не можем получить развод попытка развестись с екатерины поднимет против нас крещеный мир нам центр это не простит и не допустит вашего развода а АПЛОДИСМЕНТЫ